Добрый вечерочек, дорогие друзья! Мы возвращаемся в нашу студию для того, чтобы посудить предстоящий матч, а именно OneMove против anime Enjoyers в рамках сегодняшнего игрового дня. Это будет последний матч, но не последний интерактив также для вас у нас присутствует, а это именно в видео вопрос, который вы нам присылали. Мы попытаемся на него сейчас правильно ответить. В первой попытке, к сожалению, мы жестко облажались, но во второй раз, возможно, мы сейчас в видоизмененной студии аналитики в виде Майла и Ёжика попробуем исправить предыдущее недоразумение. Поэтому вопрос прямо сейчас на экранах. Мой вопрос будет максимально простым. Почему, если Пудж кушает, засовывает в пузико союзного героя и Саленсер нажимает Global, то на союзного героя в пузе Пуджа не пройдет Саленс, а если Гуля, например, залезет в кого-то и нажмут Global, то Гуля получит Саленс. Почему, если Гуля также находится в животе у кого-то, как и у Пуджа? Легко могу ответить на этот вопрос. Потому что. Да, я тоже об этом подумал. Потому что так придумал Габен. Ну да. Я думаю, что оригинальный ответ... А первый вопрос какой у вас был? А первый вопрос. Назовите семь героев, которые могут снять Хука Пуджа, своего союзника. Это Скарбл и остальных. Скар, Снепфайр какая-нибудь. Да-да-да. Пудж, Рубик с Шардом и еще там несколько. Ну понятно, интересно. Ну вот так вот. Я могу только это обосновать так. Потому что Пудж съедает союзника, и это его действие, и союзник находится в животе как бы по неволе. А Лайфстиллер залезает в свою жертву сам, точнее в свою тиммейта сам. Это его активная способность, да. И видимо в этом... Но на самом деле в этом нет логики. Логика просто в том, как кто-то считает, находится ли персонаж вообще где-то в игре, или он совсем из нее удален. В этом и вся разница. Как эффект астрала. Если он хотя бы где-то в Юле находится, то уже он глобал должен будет получить. Но если он совсем в астрале, в какой-то проекции астральной, то в таком случае не получится. Вот вся разница. Ну давайте тогда посмотрим правильный ответ. А есть правильный ответ? Оригинальный, да. Сейчас мы его и узнаем. Ответ на вопрос заключается в том, что вы слишком много требуете от бета-игры. В принципе мы так и ответили. Во. Нет, за креатив, за нестандартный подход к вопросу ставлю лайк на самом деле. А мы забираем очко. Ну да, с другой стороны, здесь невозможно было не забрать очко, по факту. Потому что... Потому что. Как ты правильно до этого и ответил. А ты хочешь протестить сейчас что-то? Нет, просто... Просто смотрю на white. Просто mile moment. Просто ничего не происходит. Да, у нас One Move и Anime Enjoyers. Про Anime Enjoyers мы уже говорили, что все-таки ребята сильно. Они проиграли только одной команде на этом турнире и вылетели сразу в нижнюю сетку. Это ББТИМ и тем самым мы вправе ожидать от этой команды сегодня очень классной доты. One Move, команда, которая вчера, к сожалению, для себя проиграла и с верхней сетки упала вниз. Возможно, тому главная причина отсутствия Afterlife в Асе. И вместо него играл Петушара. Но не знаю, как это повлияло на команду. После матча уже можно констатировать, что, скорее всего, со знаком минус. Но я надеюсь, что у Аси сегодня будет со своей командой. У них все непременно получится. Да, там в целом у них все прям плохо было против ББТИМ. То есть там ББТИМ как будто на класс выше играли. Я не знаю, как будто они были более готовы к этому матчу, что-то такое. И, возможно, для ББТИМ это в некотором плане тоже своего рода подготовка к все-таки квалификациям. Да, поэтому ББТИМ так, ну, прям старались освоиться в патче очень быстро. И у них как-то это получилось гораздо лучше просто. То есть тут не то, что, мне кажется, один игрок конкретно. А в целом все командные взаимодействия OneMove были... Они прикольно играют в макро, то есть они прикольно двигаются по карте. Они очень круто перетягивают соперников. Они умеют, типа, сплитить и так далее. Но этого не хватает против ББТИМ. Потому что по личному исполнению многие игроки в ББТИМ, как по мне, отыгрывают... Ну, где-то быстрее, где-то лучше, просто качественнее. Вот все. Это правда. Но я напомню нашим зрителям о еще одной замечательной интерактивной активности. Простите за тавтологию небольшую. Вместе с ВК Плей вы можете играть. Каталка с 12 тысяч игр, 500 игр в облачном гейминге, стримы, многомиллионные призы и в киберспортивных соревнованиях. Также все это ждет вас в ВК Плей. Играйте, смотрите и, конечно же, побеждайте. Ну, а еще, лучше всего, если вы чувствуете, что вас покидают силы, используйте вот этот вспомогательный напиточек Tornado Energy. Вы можете ознакомиться со всеми палитрой вкусов. Под окном трансляции есть баннер, на него кликаете, и там один из разных вкусов. Я думаю, каждый для себя что-то приятное и интересное найдет. Ну, а мы будем переходить к драфтам, которые прямо сейчас уже на экранах появляются. К ВАП АТИНИ, ну и Марс Скаймак, пока неотъемлемая часть нашего повседневного патча. Чаще и чаще мы видим этого ТИНИ. А если... Ну, тут я бы не сказал, что все неотъемлемая часть. Я вообще не знаю, какая часть неотъемлемая. Такой герой у нас постоянно появляется. Ну, вот КВАПа появляется. Но не так часто вроде. Иногда появляется. Видел ее на Исселе. ТИНИ, самый метовый герой был прошлого патча и самый метовый сейчас. Ну, в плане, если брать именно профессиональную сцену. Есть один прикол со Скаймагом, который я сегодня тоже где-то увидел. То, что вот этот шарт, про который я рассказывал, который дает плюс два к интеллекту за каждое использование способности, он по какой-то неведомой причине за один Мистик Флэйр дает где-то сорок интеллекта. Или что-то вроде того. Это, видимо, множитель. Может быть, там за один тик урона? Да, да, да. То есть там за один тик урона. И это просто жесть. То есть я не знаю, пофиксили ли это, или это все еще работает. Сейчас посмотрим. Но если это работает, то это жесть. Вот, видишь, Спиритбрекера выбрал. Это не Скаймаг, Владимир. Кстати, вот задавался я сегодня перед стартом эфир вопросом, а где, собственно, у нас находится баттл пасс? Первого сентября будет. Первого сентября? Первого сентября будет. То бишь, короче, мы уже через недельку увидим баттл пасс. Окей. И я... Будешь обузить катакомб игром? Я не играл никогда в жизни и не собираюсь. Да ладно, что? Никогда. Это супер весело. Я просто покупаю сразу условный какой-то левел, 256-й, и все. И больше ничего не покупаю. Катакомба прикольная тема, конечно. Не знаю, я захожу в доту так, чисто пообщаться с ребятами, поугарать, и все. Дальше мне больше ничего не... Во, видишь? Оно реально работает. Так, давайте на экран Вову переведем. Каждый раз, когда герой наносит магический урон вооруженскому герою своей способностью, он получает бонус к интеллекту и броне. Эффекты складываются во время действия нельзя. Так, а в чё не так? Он так и должен работать? Ну, это же жестко. Да, вот смотри. Блин, у меня только путь выделяется. А, тут квиккасты стоят, я понял. Это же как механика типа ЕМП инвокера. Двести тридцать четыре интеллекта и пятьдесят восемь брони. Как тебе такое? Чего? Да, да, да. То есть в этом и фишка. А, плюс армор. Вы имеете, знаете, какую проблему? Не шарик в доте? Нет, не уметь читать. Вопрос-то в том, что никто этого и не читал. Я, допустим, пока Ёж не сказал про изменения скаймага, я так и с изменениями его не ознакомился. Мне нужно взять ему какой-нибудь тридцатый левел. Ну, просто чисто так, ради интереса. Если у него какие-то... Заулочные цифры, ну, да. Ну, этот настакал пять пуджей. А, ну, собственно, все показывают, что происходит. Ё-моё. Ну, там не совсем видно снизу именно, да. Сейчас оно... А уберите плашечку с пиком на секундочку буквально. Да не, не надо, не надо, не надо. Там, короче, супер триллиард армора. Там вся компуктер взорвется. А, ты хочешь просто потушить трансляцию. Понятно, что Майл хочет. В смысле? Не, но... Это компуктер взорвется, который здесь находится. Там немножечко цифры залагали. Ладно, предлагаю, да, больше конструктиву перейти. У нас уже последняя стадия драфтов прямо сейчас. Так, да, что там драфты? Бристалбэк. Чен. Чен. Чен стал появляться чаще и чаще. Чен. Ууу, круто. Чел. Чена... Это было слышно. Чена довольно мало. Нет. На самом деле используют. Ну, Чена довольно мало используют. По сравнению Ю или... По сравнению с прошлым патчем. Там он почаще залетал, но все равно используют. Чен Визаж Квапатине. Ну, такой, достаточно темповый пик у One Move. Аниме Инжуэрс Андайенг. Ну, вот честно сказать, я от Андайенга ожидал большего сегодня. Мне вообще их драфт не нравится. Наконец-то. У Аниме Инжуэрс? Да, Аниме Инжуэрс мне не нравится драфт. У них один контроль — это копье Марса. Вот копье Марса и, допустим... Ну и все. Ты читал изменения Фантомки в этом патчу в One? У меня комп завис. Что там с изменениями? Как минимум, то, что она с Фантом Страйка теперь, если я не ошибаюсь, получает вампиризм. То есть она просто может блинкануться, получить вампирик фришный. А там какой-то определенный процент есть? Ну, там процент вампирика, конечно, но он не супер большой. Но, опять же, смысл в том, что тебе не нужен условный Морбид Маск больше изначально, да, если ты не выходишь в Сатаник. Тебя просто можно взять, и у тебя будет фришный вампирик. Это очень круто. При этом винрей сразу же повысился. При этом у этого героя есть супертоповый шарт против как раз вот этих ребят в виде Марса, в виде Бристалбека, в виде Андайенга. Так что здесь ванмуф изейший. Вова удалил мистик флеером доту с компа. Да, у меня дота вылетела. Ладно, давайте предиктам относительно этих графов. Контроля маловато. Я бы налево дал. Справа, да, слева как раз-таки Фантомка, которая с шардом очень хорошо все вырезает. Фантомка килл любого в этом драфте уж точно. И тут под аурами пусть Люсову все это. Да, ну только из-за этого ванмуф. Ну и ВР какая-то очень странная. Только лишь из-за этого. Я ванмуф, да, ванмуф, конечно. Окей, давайте посмотрим, что думают наши друзья из Минлайн. Какие коэффициенты на эту встречу они дадут. 1.34 на ванмуф, 2.70 на аниме НЖРС. Это на всю встречу целиком, друзья. Ну посмотрим, окажется ли это правдой. Ну а вы не забывайте кликать на баннеры под окном трансляции и получать приветственный фрибет до 10 тысяч рублей и делать свой предикт на дота 2. Ну а мы переходим к нашим замечательным комментаторам. Это Джем и Лост. Конечно, больше некому здесь комментировать. Кто еще? Кто, если не мы, как говорится, да, всем привет. Поменялись мы немножко местами. Неоплод Рухаба. Да, и будем комментировать последний матч сегодняшнего дня. Ладно, последний неправильно говорить. Крайний, наверное. Ну последний это гранд-финал всегда обычно, а это крайний матч. Мы говорим с сегодняшнего дня, а сегодня это последний матч. Ладно, Димон, ты можешь себе... Ладно, не будем, давай, давай. Пусть будет так. Пофигу, проехали. Собственно, Аниме Энджоуэрс против OneMove. Я уже говорил до этого в аналитике, что немножко подтапливать буду за Аниме Энджоуэрс, потому что мне прямо импонирует их стиль. Но драфт, если честно, прямо пока что не особо располагает. Но я уверен, что у них есть, скорее всего, какой-то план, и они его, скорее всего, придерживают. Короче, не видел ни одной игры. Давай. Ну, драфт тоже такой себе, средненький получился. И кэфы говорят сами себя, что... Ну очевидно, что они не в ранге фаворита, само собой. То есть нет ни одной причины в них верить, вообще ни одной, тупо... Мне хватило одной игры и результата по турниру. Да, мне сегодня хватило сегодняшнего дня, вот того, какие драфты выигрывают, какие герои разваливают, поэтому сегодня будем готовы к тому, что происходит вообще полная дичь. Я продолжаю гнуть свою линию, Димон. Димон, я не сворачиваю, как говорится. Ну, сворачиваю, а надо было. Я до конца. На нас вернуть надо иногда. Для меня пути назад нет, к сожалению. Только вперед. Либо all-in, либо... Ну, вы поняли. Собственно. Я так понимаю, у нас какая-то пауза стоит пока что в игре, поэтому... Как обычно. Старт карты затягивается. Есть время немножко зрителей поразвлекать, пообщаться. Мне бы дали комп, я бы развлекал. Ну, там Вовану все сломал. К сожалению, можешь дать Вовану по рукам, как говорят. Нечего без... Нечего было. С памятью. То есть, если она Вовану по рукам, это уже ничего не изменит, правильно? Ну, вообще, правда. Ну, может, починит. Я бы, она просто не допустила компанию. Починит, может быть. Так вот, к разговору про, собственно, эту игру. Фантомка действительно выглядит как ультимативное оружие здесь. По нескольким причинам, да, это и то, что шарт имеется, это то, что ее немного так реворкнули, да, наверное, поприятнее стал играть. Да и в целом, Фантомка — это один из самых, наверное, жестких хардкерри в игре под названием Dota 2. Хардкерри? Ну, хардкерри — это который реально может соло один ВС-5 играть вполне себе, но при должном фарме. Смотри, как я контрил этого хардкерри в последнее время. Я был с Девс. Ага. Там, Медовый или на четверке. Ага. Прыгает на меня хардкерри, я мгновенно прям в прыжке прожимаю Гост. Вау. Она прыгает. Нулифайра нет, ничего не делать. А если нулифайр, я хотел только спросить. Нет, ты нулифайр получаешь там в среднем до там где-то в районе 30 минуты. И не все Фантомки понимают быстро, что нужно купить нулифайр. Даже вон мажор приходил, даже там не все понимают. Потом заканчивается у меня Гост Кептер. Я такой оп, прыгнул на хайграунд. И убежал от Фантомочки. Поэтому такой сид хардкерри, она контрится паре фото. Так, так, про любого можно физушника говорить. Нет, 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 есть физушники, которые очень легко свищают таргет. В основном говоря, если ты играешь против строка там, ну а-ля ТБ, который вот реально хардкерри. Вот ты нажал Гост, а он с большого ранжа просто свищнул цель и бьет уже кого-то. А у Фантомки, если она прыгнула на цель, и эта цель защитила сама себя, то все, песня для Фантомки спета. Ну, у нас с ним временем баунтируны первые появляются. Забирают 2 на 2 вроде как по баунти у нас получилось. По итогу, да, и спокойненько расходятся по линиям игроки. Мне вот интересно, кстати, я вот из дома наблюдал, нет ли информации, это вот наша графика справа с курьерами, или это... Я уверен, что наша. Это наша, да. Точно не до ДТВ. Точно не до ДТВ, все, окей. Просто, ну... Ладно. Ну что? А ты уже обрадовался, да, что Габен там что-то придумал для зрителя, что-то сделал, да? Нет, это в теории... Ладно, это я потом за кулиси выскажу свое мнение, просто, да, просто чтобы знать. Тем не менее, тем не менее, снизу Фантомка будет фармить при поддержке Чена. Собственно, против них там играет как раз-таки Марс. Марсу будет на линии помогать Каймак. Сверху у нас Попка на визажике вместе с Тиней на линии. Ну, здесь уже не сладко, конечно, Бристалбеку. Очень много в него залетает всего. В миде Квапа против ВРки. Вот здесь интересно будет посмотреть вообще на эту ВРку в целом. Насколько она здесь будет актуальна и полезна. Ну, то, что, объективно говоря, не самый частый герой, тем более уж на центральную линию, да? Если уж брать там позапрошлый мейджор, да, то мы видели на саппорте регулярно этого героя. А ее изменили? Да, сейчас. Она теперь невидимая, когда там что-то кастует. Я только не помню, что компьютер. Медра, наверное. Ну, в общем, она невидимая. И это забавно смотреть, как тебя лупит героя с фокус файра, а ты его не видишь. Там много забавного вообще в этом патче. Много с чего угорать. Я все жду кентавров в профессиональной игре с Аганимом. Мы все ждем кентавров. Мы только для этого и сидим здесь на дворе. Для этого, как бы... Чтобы финальный 2-цел взять кентавров. Да, надо до хака попросить там, или кто там дойдет, чтобы обязательно взяли кентавров. Тем более там V-105, по-моему, да, в одну из игр. Ну, хотя бы в одну, пожалуйста, мужики. Ну, все равно у нас сценарий-то и есть, гранд-финал, да? То, что опять же 5 карт будет, как обычно, как положено. Так что можно одну карту, как говорится, и кентавру посвятить. Ладно. Пока что ФБ не было. Окей. 10 этих крипочков уже за Бристлбэком. Несмотря на то, что как бы пытаются нюхать здесь Бристта, но в целом более-менее стоит, пока что фармит. ВР, кстати, в виде тоже неплохо себя чувствует. Да и в целом, если посмотреть на Ласхи, то он плюс-минут равный по всем линиям. Нет такого, что кто-то сильно выпадает пока, по крайней мере. Так, нападение здесь. Тем временем на... Ну, так, нападение просто пробивают здесь немножко андайинга. Андайинг там просто про жалстыки и на развороте просто поспамил. Неплохо, кстати, проспамил. Здесь Союз чуть не отъехал. Правда, также и Бристлбэк не получал урона. Регена у него, к сожалению, нет, но ему бы до колечечка даже там с колечком уже попроще. Ну, андайинга, возможно, что-то есть. Если тут они стоят на линии, если андайинга ничего нет, то придется, чтобы только потерпеть кольцо, мы видим, что уже летит, но... Он долго будет еще бежать, там, пока что окольными путями, дойдет этот курьер до линии, а там... Ну, рано или поздно поется. Фантомка тем временем прыгает, пытается поймать здесь скаймага, но он нажимает апаут и оказывается вне опасности. Ну, тут фри-линия для Фантомки. Чен, он пока инча, он почти любой лайн-секьюрид. Просто приходишь, ну, стопом регенишь себя, стопом регенишь союзника, если скаймага начинает как-то там мять этими губями. Ему просто не хватает маны для того, чтобы выгнать либо Чена, либо кого-то. Единственный вариант, это на третьем, четвертом уровне развалить через рассказ, например, Чена. Хотя он, опять же, вернется очень быстро. Поэтому просто таим. Что, просто таим одни и вторые. По-хорошему нужно получить компоненты, потому что там вообще ничего не заблочено, да, то есть потенциале там Чена еще какого-то грибчика хорошо возьмет. Там, в идеале, какого-то манбернера взять, просто перекликнуть в скаймага. Вот, поэтому тут фрилайн для Фантомки. Марсу, конечно, стоит, но... Там сверху драка, что-то Бристалбэк ворвался внезапно на пейзажа, сам наполучал, но в итоге выжил. Какая-то агрессия непонятная была совершенно на линии, но никто в итоге не пострадал. Я удивлен, что до сих пор нет ФБ, но что-то вы, какие контактные линии у нас. У Бристалбэка выигрышная позиция, у него кольца. Виды же кольца нет. То есть у него есть бодилка, да, он регенит ман ВСБТ. И, кстати, сейчас можно попить андайк, но заранее. Да, это на развороте. И уйти. Уйти, уйти, да. Только надо дальше, и дальше андайк не надо идти. Все, ты там был поставил, отойди, мужик. Ждем пока по-регениться Бристалбэк. Бристалбэк будет на флл хп с ним, потом связываться уже не захочется просто потому, что он там соус заберет кого угодно. ВР-очка в миде довольно-таки хорошо. Качественно стоит против Queen of Plane 20 на 9, у Queen of Plane 19 на 9. Кстати, еще много динайм с обеих сторон. Там, как у ребят, когда лис... Жестко-жестко, конечно, здесь на миде. Очень плотное противостояние. Я, как и говорил, что здесь, наверное, самое интересное пока что будет происходить. Зачем нужно будет пристально наблюдать. Ну, а тут, опять же, дефолтный билд на ВР-ку, наверное, во все времена через быстрый дживелин, потом молния. КБ нужно быстро, да, потом МИБКБшечка. Так, так делаем. Прикольно-курель катается. Тенис забирает бунтосик. КБР-очка поезжал домой. Ну, сейчас вернется обратно. Но опять же это время для Queen of Plane, и это уже разница, кстати, в миде серьезная. Это достаточно ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, попали по... Стики. Фантомки, да, но под вышку идти, боязно, к сожалению, в миде, конечно, развал полнейший. 2 400 уже Queen of Plane, и 2000 всего лишь у Windrunner. У него, видишь, у него реген бешеный, она под вышкой без тангуса имела 15 хп регенов в секунду, там вот со всеми аурами. Опа! Брестолбека, да, а там саппортик отошел. Ну, да. А видишь, наоборот, подошел. Ну, вот здесь вопрос времени, когда будет ферзблад, только просто потому, что до 6-го левела визоши котенок против Брестолбека, да, он может понюкать, но у него там мало ресурсов для выживаемости. И вот с таким быстрым ферзбладом Тени купит быстрый Венгуард. А быстрый Венгуард, не Тени, а, прошу прощения, Брестолбека. А быстрый Венгуард, это очень хорошая защита против птичек, которые вообще не будут пробивать. Он сам по себе становится почти неизвимым вот на долгое-долгое время. Ну, и герох, который здесь его разваливает. Ну, только Венов Пенчер из Ultimate и все. Больше никого нет. Хороший расклад для Брестолбека. Вот здесь мы видим, что Скоросмак уже забил на все это дело. И коэффициенты, видимо, от наших друзей. Из Минлайн 1.3 на OneMove и 2.9 на Anime Enjoyers. Что поделать? Также не забывайте кликать по баннеру под нашу трансляцию от Минлайн и получать фрибет до 10 тысяч рублей. Ну, не верят все еще в Anime Enjoyers на этой карте. От слова совсем. Тени сейчас хорошо переграл НДенгу, он уже во второй раз стал поставить его там выбрят. там он еще успел стырить баунти руном вот на вражеском его посте и при этом он возвращается на сложную. Ну, по это дело, что там устоять не имеет особого смысла, потому что Брестолбека он уже ничего не делает. Ты видишь, что срочно шестой подушку он получит, то или таки быстро. Поэтому самое оптимальное место это либо центр для разноса ВР-ки под Ultimate, но в Пене либо стакать. Там перетяжка вниз от ВР-ки идет и, возможно, будет драка какая-то. Да, ВР-очка здесь. Можно будет попробовать набежать. Нет шестого левела пока что в Марсе, поэтому без арены, если что, крепочки бегают у нас Чену направо и налево. Да, краешком глаза вроде как заметили ВР-ку здесь и не подставится, скорее всего, ванмов. А цель несколько сильная. Несмотря на то, что Брестолбек забрал ФБ, потомка первая по надверсу. Это вот насколько силен Чен. Ну, Чен и Чай, это два самых таких крепких запаха сейчас, которые секьюруют вообще кого угодно, что угодно. А быть там... Так его сейчас еще изменили, превратили в полноценного хиллера вообще для своей команды. Теперь можно там жертвовать крипами и просто отхиливать тиммейта. Ну да, да, да. Вот представь, там берет какой-нибудь мощный герой, который еще и будет нападать. Там вообще без вариантов. Надеюсь, они просто перечелесовать. Тени на позиции, кстати. Так, Виндран. Виндран очень скоро закончится. Клинов Пойн подпушивает вышку. ВР-очка не хочет подставляться. Аккуратненько отступает. Но Виндрана нет. Но тени выходят. Тени выходят. Да, Виндрана нет. И Соник Вейв, к сожалению, в таверну направляет нас в итоге в ВР-ку. 1-1. 2 тысячи золотых тем временем преимущества за командой Ван Мув уже. В это время был разбит смок от Анимейнджерс, но не совсем понимаю, куда они собрались и типа, да что они хотят подраться. То есть, ну, ловелов нет. Способности нет. Скай раз макая умер. Ой, как он разбил руну, но он погибнет здесь. Тут, 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 просто еще он даймданк решил, он тамбу отдал, то есть, очередная тамба, которая поставлена, особо ничего не сделает. Это очень далековато, конечно, идти, но все равно это в любом случае минус саппорт. Возвращается обратно на линию ВР-ка. ВР-ка 2-300. Ну, короче, пока вот тамба, вот это он даймданк, он вообще не играет, он просто бегает, ставит тамбу, они вообще ничего не забирают и тоже тени уносит в разы больше импакта. Как минимум, пришел в центр, забрал кора и при этом еще забрал дебаунт и руны. То есть, слишком все хорошо делает ванмуф. Вот этот бистолбэк, который вроде бы стоит на легкой линии, да, он качается, но фантомка-то сильнее. Фантомка крепче, фантомка лучше. И бистолбэк, естественно, этого не вызывает. Ему нужно рано или поздно начинать творить движуху. И скорее лучше рано, чем поздно. Вот, ну, естественно, Марс на этой линии получает по лицу, ему сложно что-либо сделать в Тегарпи, у них просто нет героя, который может моментально разобавить крипай, но и Тинни, которая на сложной линии, по сути, не нужна. Он уже пришел на эту линию помогать Чену секретить фарм для фантомки. Он показывает слишком хорошо для... Я согласен, тут пока полнейший развал, даже не за что зацепиться в пользу команды Аниме Энджойерс, разве что Бристолбэк, да, который еще более-менее что-то фармит. У него все хорошо, но насколько же все плохо в арке, по итогу. В этой игре я прям, не знаю, без слез не взглянешь. У оффлейнеров плюс-минус равненько, но разница вот именно между мидерами, она колоссальная. 4-300 Queen of Pain, 2-400 Венра Верка. 2 тысячи золотых, но попробует в миде сейчас что-то сделать. Вот Союз откидывает Эвлендж, вгрызается в него у нас Верка, и, скорее всего, Союз погибнет. Не очень много работы делают на карте. Сейчас три героя в центре, минус Тамбе в очередной раз, причем они забирали БВ без Тамбе. Он появится довольно-таки быстро, денег за него дали мало, все это время мы видим, как Чен выкачивает лес, и фантомочка на легкой линии себя чувствует шикарно. И пока вообще не видно, за счет чего Нидар будет переворачивать. Вообще нигде на причине нет для переворота. Проблемки тем временем у нас у Скаймага. Понимая, что пора лететь, накидал Салин. Там Чен встретил Андаинга. Андаин бежит, А Чен качается. Уже пятый левел, очень скоро мяка будет. Ну да, так же качается и фантомка, у которой дела тоже все очень даже неплохо обстоят. Если приступать к непредусложной линии, вышку вообще никому открывать. Ну то есть с таким охранником на легкой. Ей не нужно вообще никуда. Я думаю, что Бристалбек пока Аганим не дофармит, не особо хочет куда-то идти. Ну обычно к тому, что коры приходят в сложные линии, они хотя бы стараются эту вышку сделать. Там наверх нападение будет сейчас на Бристалбека, на самого. Бристалбека втроем зажимают. Да. Попа, ульта есть. Да, тут ульта есть. Здесь нее справишься. Да, не пожалели. Еще грамотно сделал Союз, забежал, кинул как раз-таки Бристалбека, в полете развернул его лицом. Прям под проказ Queen of Pain нормально. Отлично сыграно, что сказать. Забрали Бристалбека. Он по-прежнему, конечно, имеет топовый Нетворс, но тем не менее уже 3000 преимущества за командой OneMove по золоту. Первый Дживелин прилетел для VR-ки. Там уже в рейспакт, я так понимаю, долетает. Мека, я думаю. Для чена. Но там рецепт на в рейспакт. Это для визажа, да. А, ну, я для чена-мека. Для чена-мека, конечно. Ну, и вышка падает снизу. Да, но у них очень мало дэмэджа на троих. Здесь вообще нет ни одного героя, который бы хоть как-то бил с руки. Они, конечно же, стараются. Очень хочется спасти телегу, поэтому Марсу по-хорошему нужно повпитывать. OneMove, они эту лучшую куда-то хоть не будут. Они сразу же идут наверх. Они хотят еще раз забрать Бристалбека. И вот вот Андейн должен иметь ТБ. У Андейн ГТП есть. Там Баунева тоже есть. Там вырываются. Да, сверху, сверху, сверху. Возможно, будет драка прямо сейчас. Бристалбека видит. Он накидывает здесь пока что гул. Возможно, будет врываться Марс. Кого-то поймать. Но Эвалинш останавливает Марса. Верка. Привязка залетает неплохая. Арена от Марса пошла. Пригвоздили. Queen of Pain. Нужно ее добить. Отлично. Ну, вот хоть что-то. Прям все отдали сейчас, правда, в эту Queen of Pain. Но проблема в том, что параллельно вышки-то падают. В любом случае. OneMove, кстати, вышку снизу потеряли. Но сами практически половину забрали тавера в миде. Они очень много отдали кулдаун. Они все дружно перетянулись наверх. Забрали Queen of Pain. Да, это хороший фраг. Но именно почти вся команда занималась тем, что бегают. Они очень много бегают. Очень много денег потратили. Пока. Ну, потратили, не заработали за все это время. В свою очередь, у OneMove там все герои качаются. То есть я вот уже вижу и Чена, который потихонечку догоняет ВР-очку по Нетверсу. Да, вот молот уже летит Мека. Также мы видим, что у Виздаша все очень круто по фарму находится на стороне с Фантомкой. И вышка, в конце концов, сверху упала ее. Забрал его в соло Виздаш. Ну что, Мека... Это сильно. Мека, это значит, ни один герой не упадет, если Чен прожимает две кнопки. Ну да. То есть Кайрас Мак просто бывает, если он, например, в кого-то въезжает с Мистик Флэера. Просто въезжает с Мистик Флэера. Любой герой, например, делит урон, Чен нажимает две кнопки, там просто фуловый герой находит. Так. Ну что ж, Рейдспак готов. Скаймак уже снизу. Мелажол отсюда просто отступает пока что подальше. Чен и его армия тем временем занимаются демонтажем Вижена. У нас, кстати, обновленный коэффициент от наших друзей из Винлайн. Кстати, снизу в арене. Под Мистик Флэер. Никтики. Живет. Инеразворотим. Демаджи, да. На развороте ТОС отличный от Союза. И, скорее всего, Скаймак здесь умрет. И на этом игровой момент закончится. Давайте посмотрим еще раз коэффициента, что-то у нас получило. По итогам. Там где-то 1-1 был. 1-1, да. И этого, в общем-то, хватает. А в Ваннух уже слишком хорошую ситуацию. Они тогда и лети будут очень сильные. При этом они уже в начале доминируют за счет большого перефарма. Да, и 5,8 уже на Anime Enjoyers. Вот так вот все изменилось. Не забывайте, кстати, и про баннер под нашей трансляцией от Винлайн. Переходите по нему и получайте фрибет до 10 тысяч рублей. Ситуация с каждой минутой по-прежнему ухудшается. Ухудшается, как это, не грустно. Или мы говорим, наоборот, улучшается. Ну, либо улучшается. Ну, смотрите, улучшается в пользу команды OneMove, ухудшается в пользу. Точнее, не в пользу команды Anime Enjoyers. Просто, конечно, улучшается OneMove, значит, она ухудшается, я думаю, все время с ними. Ну, очевидно, да, да, да. Ну, просто разные люди, я уверен, есть. Тут единственная причина, почему он сейчас не забирает, например, Рошану и Сита-2, хотя Рошану уже скоро нужно будет пойти и забрать. Это просто потому, что у них Фантомка, которая с БФом, ей нужно еще немножечко времени для... Для дезолятора. Хотя бы одного слота, да, то есть хотя бы один слот ей нужен для того, чтобы прям качественно врываться в драку, поэтому Чену здесь далеко лезть не стоит, да? У него и так ирличное преимущество, им надо просто фармить. У них очень быстро фармить Визаж, он фармит намного быстрее, чем Марс. У них прекрасно фармит Фантомка, там, ну, на уровне того же Бестлбек, вот она сейчас купит себе БФ, она будет еще так же быстро фармить. И, в конце концов, Винув Пейн, она как-то поприятнее, чем Верка, просто потому, что она прыгает от кэмпа до кэмпа и все делает в разы быстрее. Вот, поэтому это, естественно, на неменджерскую устраивание, и нужно идти. И нужно идти искать. Смог атака на Фантомку, Фантомку нашли, по идее, да. Обрывается Марс, Фантомку можно забрать. Отличное копье, конечно, Фантомка забирает. За парчену сюда приходит. Тампа очень хорошая. Ой-ой-ой, на развороте Союж Скаймага просто стерла моментально, и, возможно, сейчас и Марс отсюда не уйдет, да. Марса стирают, еще и Тамбус забирает. В итоге в плюсе оказались, вам мув после этого выхода, да. Да, это держится. Два в один размен, плюс одна отданная Тамба и выход на Рошана, то есть... Птичка живее. Не зря Фантомка погибала в этом игровом моменте, и это плюс Аегис теперь для команды Ван Мог. На этом Вэлочка будет спамить, но там все это дело прекрасно отхиливается за счет Чену. Слишком много Авара, они, конечно, уже надо... Вообще им по-хорошему надо дезинфляции этого Рошана. Ну, они хотят, они разбивают слог. Бестудека нет. Бестудека это... Он летит только сейчас, чекают Рошана, заходит Андайинг, но Рошан уже упал, а Егис забрали все-таки ваннув. Ну вот он, Бристалбэк, под Саленс, пытается кого-то забрать. Саюш, очень хороший тост, залетает, по-моему, Скаймак сейчас отъедет. Да, должны его забирать. Бристалбэк пока что там продолжает спамить колючки, но столько урона в него залетает, что это никак. Да, к сожалению, не пережить, это еще один минус. Ну и, скорее всего, Андайинг тут тоже никуда не денется, наверное, в этом момент. Ну все. В этот момент можно написать ГГА. Прекрасный момент для ГГА. Да. Да, тут уже видно, что вот если они просто чекаются, ну вот они выкинули Нюки, да, из-за того, что Чен там все это дело отхиливает, там никто не погибает. И они просто начинают очковаться. Значит, с одной стороны у нас Чен имеет кучу аур, там еще бешеный пассивный отхил, добавляем еще визаж с рейспактом, он ставит эту штуку, и там очень мало дамэдж заходит противника. А у Дайер ни одной ауры. Вообще, то есть они там тачкуются, они тачкуются раза два слабее, чем рейдингом. И уже любая драка 5 на 5 для Дайер закрыта. Да, согласен, согласен. Ну что ж, 8К уже перевес, а ЕГА есть наличие. О, арена, арена залетает. Ну тут вот какие-то гаммы, я не повесил. Ну, Чен, я не повесил. Вот еще из-за парк надо забрать, нужно догнать всех. Ну тут одного только заберу, видимо. Единственное, что их вот спасает, это вот такие загулы от Чена, где он качается. Ну, в любом случае, пятерка, он вот падает, у него остается зоопарк, он там где-то за парком подфармливает, это норм. Все, Чена гализуется. Так, насколько я помню, Queen of Pain тоже меняли аганим, и там теперь связан с первой способностью, да. Да, Shadow Strike, теперь по окончанию вроде как... Когда заканчивается. Да, Queen of Pain залетает. Окей, интересно. Ну тут прикольная штука такая. Я, если честно, еще пока не видел воочию, как работает, не все успел посмотреть. Вот и глянем, потому что Квапа как раз к аганимы собирает. Ну это еще один ау-е-дамедж, чем большой ау-е-дамедж, тем лучше. Мы ждем, когда ребятки соберутся. Там Фантомочки уже вроде как намечают второй слот, да, то есть у меня бфчик есть. Блокинг Бара здесь не особо-то нужен, потому что вообще единственный герой, который ее разваливает, это Скоросмаг. Вот, если кто-то примет удары на себя от Скоросмага, или если кто-то заберет его с Скоросмагом, допустим, за проказ, то остальные герои разваливаются просто. Так, Квапа пошла вперед, Сайленс получает, на нее Аегис, ей плевать. В общем, впитал урон сейчас у нас Меложул, он еще и врывается вперед, Соник Вейв не задевает ВР-ку, ВР-ку успевает вроде как убежать, но вот Скаймаг скорее всего отъедет. Попутно отъезжает Ак-Жандайм, Бристалбэк дерется здесь, один против всех, Бристалбэк выбивает Аегис, но погибает. Сам в это время забрали все-таки ВР-ку, забирает еще и Тамбов, это будет сейчас полноценный, наверное. Ну, можно сказать, что Тим Вайб, да, за исключением того, что Марса не забрали, который, по сути-то, в драке-то и не участвовал в это время фармил, но Тамба там отчасти его заменила, так сказать, в драке чуть-чуть голдишки отдала. В итоге уже 11 тысяч преимущества по золоту, это огромные цифры, так-то для такой минуты. Что с этим делать, непонятно, врывается на Марса, и все-таки его нашла здесь, видимо, участь, да, или улетит? Да, улетает значку себя. Тим торопился. Удау, надо сядить. Ну, все. Ну, повезло, повезло, получается. Ждем еще одну Ауру. Ждем Ауру, плюс ждем следующего Рошана, судя по всему. Ждем Пайп, Чен. Там Папис, что усиленно. Теперь не данс процентов, 15. По копеечке, по копеечке, а с каждым разом все приятнее, приятнее. Ну, Фантомки... Вот она собралась сюда, интересно, а, это Чен собрал. Это Чен собрал, Фантомка себе собирает БКБ, потом сразу шарф, потом изолятор. Так, конечно, надо привыкнуть к этому оверлайу. Да, я про это и хотел сказать, что очень сильно отвлекает. Ну, ничего, ничего. Типа, я понимаю, что круто посмотреть оверлай, там, не знаю, на 35-й плюс минуте с курьерами, когда что-то полезное летит, ты видишь, что нужно донести ему, когда вот так, вот, на постоянке. Да, нормально, привыкнем. Ну, привыкнем, наверное, но выбивает немножко из клип. Я жду, когда, наверное, соберутся и заберут все дровочки. Фантомка уже готова, и тут сидеть и ждать, шмоток не надо. Вот они уже поехали. Тинни, что это, попытка поймать андайинга, но неудачная пока что. Да, да, да. Тут присталбэк, здесь вверх уже набегает, руна инвиза, присталбэк забирает. Ждем следующего брендагера от Тинни и пробуем еще раз. Там смок или что это было? Такое ощущение, что смок, что разбили у нас ванму. Ну, ладно, это мне, возможно, показало. Какая-то анимация была. БКБ готова у Фантомки. Вот был кинг-бар, можно попробовать как раз-таки. А Фантомки, по-моему, шарт летел, если не я ошибаюсь. БКБ, успела. Все, БКБ, бежим. Ну, Марс-то бы рад, бежать, но уже некуда. В это время погибает Скаймак. Марсу тоже, скорее всего, заберут. Фантомка блинкуется. Соник Вейп, кстати, неплохой, залетает. Да, погибает еще и Марс. Следующий андайн также отправляется в таверну. Она пытается уйти отсюда Бристлбэк, но, скорее всего, его тоже заберут. Это минус 4 от команды Ванмуф, очередные ГГ. Наконец-то сдаются у нас парни из команды Аниме Инджоэрс. И на этом первая карта подходит к концу. Достаточно быстро завершилась. За 21 минуту буквально. Видно, как ВР-ка дамажит фантомку, когда у нее нет МКБ? Вот так. Вот так, да. Поэтому для меня, честно говоря, вот этот выбор ВР-ки, это против фантомки особенно. Согласен. Ты либо покупаешь МКБ сразу, либо вообще не нажимаешь фокус. То есть он там поставил сначала молнии, как я и сказал, потом такой, типа, второй дживелин на будущее на МКБ, что-то такое. Ну, то есть... Против фантомки это не работает. Да, я согласен. Примерно вот так вот стреляешь в такой бублик и не попадаешь ни разу, увы. Ну что ж, мои ожидания пока что не оправдались, но, откровенно говоря, ну, это было предсказуемо. Но они потихонечку угасают, Сань. Угасают. Да. Ну, твои ожидания на Аниме Инджоэрс. Но, что я повторюсь, не было ни одной причины вообще считать их здесь фаворитами. Нет, я их не считал ни разу. Я просто говорил, что я в них верю. Ну, вот они такие. Веря, честно говоря, в них душой. Ты веришь в них душой? Ну, понимаешь, что головой-то они проиграют. Я не знаю, мне кажется, у меня нет души, Саня. С тобой я сижу. Душа есть только в тебя, я так чисто. Димон, ты себя пытаешься каждый раз похоронить. Я верю, что в себе есть что-то человечество. Я когда-нибудь это сделаю. Вот. Я не совсем понимаю, что у нас тут происходит. Ясно. Нам еще посидеть или передавать? В общем, вопрос самый главный, потому что не совсем понятно, как вы будете. А? А, ухо нет. Я понял. Ну, давай еще поболтаем, Димон. Так вот, Димон, не переживай. Я верю. Какую тему задал? Я верю, что у тебя есть душа, Димон. Угу. Понял. У него тоже есть. Твоя школа, кстати. Чувствуешь вот эту вот невозмутимость грома? Все дела. Ну что ж, мы готовы передавать слово нашей студии-аналитике, которая более подробно для вас разберет эту первую карту. Да, ну что ж, поздравляем OneMove. Хорошая, уверенная первая карта. Но ожидали мы такого или нет, потому что по предиктам, ну, Мэй и Джейма, да, изначально все-таки они, Мэй и Джейма, выглядели как чуть более сильный состав. Но, возможно, возможно, мы ошибались. Пока по первой карте так и можно сказать. И самый главный вопрос меня больше интересует. Драфты или же кнопки? Что? Драфты. И то, и другое. Для него, мне кажется, драфт. Ну, драфт, да, драфт прям катковый был. То есть настолько катковый драфт, что ребята закончили за 20 минут без каких-либо проблем. По-моему, вообще без сопротивления. Ну, тут действительно на исполнении, на стратегии именно переехали просто ребята из OneMove своих соперников. Ну, и плюс в Аниме и Джеймс действительно немножко команда... Ну, есть такое ощущение, по крайней мере, оно складывается, что команда просто чуть-чуть пониже с личным исполнением уровня, и все. Ну, и по хайлайтам, я думаю, тут не особо много, да, есть где пройтись. Изначально мы говорили, да, что за счет ауэра, то есть есть и тауэр, дэмэдж, и файд, и очень много физического урона будет снесено от команды OneMove. С этим моментом мы не прогадали. А вот за счет чего должна была команда Аниме и Джеймс здесь выигрывать, честно говоря, непонятно. Вводите супер-гиперлейт, ну, блин, там Фантомка, там Тинни, то есть как бы там тот же Визаж. Да у них один контроль на... ну, ладно, полтора контроля на все. Ну, это же невозможно играть в доту, когда у тебя полтора контроля, потому что в какой-то момент просто кор становится такой, что он не умирает на полтора контроля и дает ответочку. Тут вот будет драка, я только не помню, когда она будет, но я на нее просто посмотрел и, в принципе, больше и не смотрел. Когда Фантомка наделала киллов и уже стало понятно. Да, вот тут, вот тут уже на самом деле. Возможно, где-то здесь, да. То есть уже, уже Фантомка, то есть Фантомка такой герой, у которой, ну, не просто же так говорится, что она килл любого, у нее есть все. У нее есть истощение, у нее есть бёрст физический, у нее есть атака там с дальней дистанции, у нее есть контроль, потому что покупает башар. Есть, ну, буквально все. И ладно бы, был какой-то еще герой, который, ну, хоть как-то ее напрягает, ну, например, Сикер, да, может дать ей рультуры, она там, ей тяжело передвигаться. Но в Эрке-то вообще ее не напрягает, потому что Фантомке, чтобы убивать в Эрку, нужно МКБ, который она с радостью купит. Ну и в Эрке, чтобы убить Фантомку, нужно МКБ. Поэтому здесь ситуация не особо равная. Ну вот, она просто, она вот идет в БКБ, уже на пофиг, режет, критует. И это без шарда еще. Это без шарда. Ничего не могут с ней сделать. По сути, шмоткного урон-то у нее тут даже и нет. Такая ей... Ее понятно, что особо и не надо. Ее не нужно. У нее буквально вот криты плюс какая-то минимальная вещь. Один дезолятор — это уже минус суппорта и зачастую минус коры. Тем более под таким количеством бафов, чем его крипы. Я просто... Ну вот, даже если взять... Ну, не конкретно вот, несмотря на эту игру, да, несмотря на составы, просто вот эта Верка последним пиком. Вот, ну как бы, какую функцию она выполняет в теории даже? Связывать как-то Фантомку, держать в контроле, купить МКБ быстро и пытаться Фантомку через Фоксфайр забрать? Ну, звучит как-то так себе даже. Расправляться с крипами Чена плюс работать по визажу. Ну, тоже какая-то такая себе история. Да, да, да. То есть такая себе история. И вот для этой Верки абсолютно нет ни единого... Ни единой утилитарной какой-то вещи, которую можно взять, которая бы ей помогла. Это проблема. То есть вот это проблема Ласт Драфта. И пять тысяч урона говорят сами за себя. То есть, ну, здесь они Мейнджорс. Я просто, честно говоря, ну, не знаю, на второй карте изменится ли что-то, учитывая, насколько сильно переехали OneWolf. Нет. Смотреть, конечно. Нет? Все окей. Не изменится. Все, спасибо, Иван. Теперь все встало на свои места, как говорится. Да. Ну, вот, кстати, вот Марса за последние два-три дня я сколько раз, два видел, но ни в одной из этих каток Марс, на самом деле, не то чтобы как-то суперпрофитный. У меня и до этого к нему отношение было довольно посредственно, да, потому что после покупки Блинка БКБ, ну, ты становишься максимально юзал. Ты хейтер Марса? Ну, да, можно так. А что должен Марс, по-твоему, сделать? Мне кажется, есть огромное количество троек, которые могут внести гораздо больше импакта. Не, мне кажется, не. Марс — это герой очень неплохой для мидгейма. Если у тебя быстрый блинкдайгер появился или хотя бы, ну, нормального тайминга, ты можешь с одним саппортом, с одним саппортом спокойно ходить и просто пиковывать карту. Напрягать героев, напрягать коров, занимать ту зону, которая тебе нужна и так далее. Ты довольно плотный, ты инициатор, у тебя есть контроль. Ну, то есть, нет. Я не говорю, что этот герой не должен появляться в доте. Я говорю, что есть гораздо больше альтернатив, которые тебе и в мидгейме, и в лейтгейме. Например, Разор. Например, тот же Бристалбэк можно до позиции. Разор немножко другого плана. Не важно, какого плана персонаж. Я говорю, в плане то, что он может тебе дать по игре потом. Есть, что ответить на эту тему. Но, наверное, позже я тебе отвечу. Да, но у нас есть вопрос пока еще, текст его не рассказывает. Поэтому мы прямо сейчас на него послушаем. Сколько стоит самый дорогой предмет в игре? Блинк, по-моему. 7200 или 7500. Это Overwhelming Blink или же... Это Дагон 5. Это Дагон 5. А, ну если через 5 рецептов. Да, давай Дагон 5 ответим тогда. Ну сколько? 7700. 7700. Ну почти. Почти. Ну. 7200 и 7500. А Blink, по-моему, 6700 или что такое там? Blink не супер дорогой. Еще есть этот EU лапнутый дороже, который... 6 тысяч стоит. Да? Он 6 стоит? 6 с лишним тысяч EU лапут стоит, да. Ну это ладно, мы сейчас еще это проверим. А пока уйдем на небольшую рекламную паузу, дорогие друзья. Совсем скоро к вам вернемся обратно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.